Ситуация абсолютно реальная и очень-очень показательная и поучительная. Я видел ее недавно возле уличного инструмента. Садится человек за инструмент и начинает играть то, в чем мы с первых аккордов узнаем Яна Терсе на тему из Эмелье. Одна из самых популярных фортепленных вещей нашего времени. Никаких претензий снопских мы к ней предъявлять не станем, как некоторые товарищи из комментариев под видео про неоклассику и ее устройство. Кстати, если не видели, посмотрите, во многом перекликается с тем видео, то, что я сейчас хочу сказать. Так вот, сыграл человек вещь, садится следующий человек после него играть. Его друзья тоже вступают, его тоже снимают для инстаграма, видимо, это очень важно. Это тоже можно понять. Что нельзя понять и что будет вызывать наше с вами сегодня возмущение? То, что следующий человек играет ровно то же самое. Один в один, зная, что до этого перед теми же людьми в этом же месте только что другой человек играл то же самое. Человек, видимо, понимая, что ничего другого наизусть не помнит, сел, сыграл ровно то же самое. Более того, в тот же день я еще несколько слышал, ну, благо я постоянно где-то рядом ошивался, катался на велике, сам подходил, играл. Кучу людей играли то же самое, просто потому, что в обойме больше ничего нет. При этом, если те же самые люди, например, были бы на празднике, на дне рождения и хотели бы, когда их очередь настанет говорить речь, там, тост произносить, если перед ними уже пожелали бы счастья и здоровья, они бы сами ни за что не сказали бы счастьюшко-здоровюшко, такой-то вот известной нарезке однотипных пожеланий. Люди наверняка пожелали бы либо чего-то другого, либо пожелали бы того же самого счастья и здоровья, но придя к этому другим каким-то методом, через какой-то смешной случай с жизни, там, юбиляра или что-то еще. То есть нам всем даже самым, условно говоря, некреативным из нас, как правило, это просто люди, которые себе сами запрещают какие-то там шаг вплево, вплево, вправо. Тем не менее, нам всем претит повторять, воспроизводить буквально то, что уже делали другие люди. Нам всем нравится вносить разнообразие, но в музыке импровизация часто считается несправедливо, считается чем-то невероятно недоступным, сложным. Поэтому часто, ну, выбор стоит либо просто играть то, что уже известно, либо не играть ничего. Давайте рассмотрим самые простые способы, которыми можно взять и вот как раз на примере этой довольно простой вещи, которая так удобно, ну, что очень многие люди ее знают. Вот рассмотрим сразу, как можно взять импровизировать на основе этой вещи. Вот у нас есть четыре аккорда. ми минор, соль мажор, си минор, ре мажор, да, чередуются мажор и минор. И вот у нас есть наша мелодия. Сразу просто смотрим, вот у нас тоника в ми, то есть это ми минор. Просто берем и пробуем перебирать все ноты из нашего лада. Алеаторикой, механически, неважно, что-то из этого нам понравится, где-то нам захочется ускориться, замедлиться, что-то захочется повторить. То есть начинаем просто с обычного перебора, чтобы почувствовать, что нам можно и это не звучит грязно, непротивно. И так далее. То есть сейчас где-то мне захотелось ноту продублировать, где-то сделать паузу, где-то подняться, где-то спуститься. Это самое простое. Это воспринимается как импровизация на заданную тему, потому что у нас влево неизменным остается тот же самый аккомпанемент. Мы можем, например, оставить те же аккорды, ту же мелодию, но, допустим, мы посмотрели там мой или чей-то еще обучающий ролик, увидели, что есть вот такая вот свингованная левая рука, она подходит не только для блюза. Пусть поменяли ритм. Ну и дальше можем пуститься тоже в голодишку, и так далее. Можно присмотреться к оригинальной мелодии, чтобы мелодическая импровизация все-таки походила, была в том же стиле выдержана. Мы смотрим, что когда у нас, например, меняется ми минор на соль мажор, одна нотка меняется ми на ре, и вправо происходит то же самое. То есть вместо ми си получается потом ре си. И так каждый раз. Появляется фа диез в левой, появляется фа диез вправо, появляется ля в левой, появляется ля вправо. Мы, значит, можем дальше как главную ноту при смене аккорда использовать ту же самую ноту. То есть там, не знаю... Сейчас мы готовы заменить... Что у нас получается? Ми на ре. Вот мы ввели ре. Часто возвращаемся к прежней теме. Можем, например... Вот посмотрели мы там про ритм латинский, допустим, да? Опять-таки, достаточно того, что мы варьируем хотя бы какую-то одну перемену. То есть... Что-то одно... То есть, не знаю, если у нас есть корабль, и мы у него парус другого цвета сделали, или приделали еще одну матч, то я в кораблях не разбираюсь. Но, тем не менее, нам будет интуитивно понятно, что пока мы меняем просто какие-то элементы оснастки или какой-то внешний вид, это будет тот же самый корабль. Чтобы это воспринималось как импровизация на основе произведения, оставляем либо ту же гармонию, либо ту же мелодию. В общем, меняем что-то очень не сильно. Вот ведь какая штука. Например, возьмем фразу. Я, не знаю, играю на пианино, да? Можно вместо пианино сказать фортепиано, инструмент, клавиши, можно сказать, в зависимости с оттенком, там, лобаю, импровизирую, обучаю за пианино. В общем, мы можем любую простую фразу, там, любой, на наш взгляд, там, гопник, любой отсталый, на наш взгляд, там, какой-то необразованный с улицы человек, он способен с речью десятки, сотни каких-то импровизационных ходов прокручивать. Значит, мы, чтобы не уподобляться тем людям, которых мы считаем, там, недалекими, необразованными гопниками за инструментом, да, чтобы не быть их аналогом, мы хотим иметь возможность, если у нас есть какой-то вот печатный, заданный текст, нотный конкретный, да, то есть, мы хотим быть в состоянии, там, разложить этот аккомпанемент как-то иначе, или сыграть эту же мелодию чуточку по-другому. Просто, не знаю, мы, допустим, умеем только какие-то, там, упражнения для пальцев делать, там, да, из-за чуда черни. Садимся и, там, не знаю. Приучены мы ходить по каким-то обращениям, да, там. То есть, не надо гнушаться, значит, тут как бы есть два варианта, почему это может казаться чем-то плохим. Первый вариант, что это бездушно, механически, вообще нет в этом ничего вот такого, идущего от сердца, оно появится постепенно, если мы будем просто расширять арсенал обойму известных нам приемов, да, и заострять внимание на том, что из наших экспериментов нам понравится, да. Дальше мы уже захотим повторить что-то из того, что нам понравилось самим, в смысле, из того, что мы делали сами, а не из авторского текста. Тут тоже будут возникать ошибки копирования, так и появляется какое-то свое подобие стиля импровизации. Это первый вариант, почему может казаться, что не надо к этому подступаться, все равно будет какая-то вот механика нажатия на кнопочки. Любая жемчужина начинается с какой-то песчинки, с какой-то грязинки, которая попала в раковину, да, мы этого не боимся. Ну и второе, что может нам мешать это в целом. Кстати, забавно получилось, я недавно с немкой разговаривал, который русский язык довольно неплохо знает, и она назвала это прорвать блокаду. Ну вот это вот ощущение, когда ты боялся раньше импровизировать, а потом уже не боишься. Когда немка говорит про снятие блокады, это всегда очень весело. То есть мы садимся и позволяем себе один шаг влево, один шаг вправо. То есть есть у нас наш там лад минорный, гуляем по нему, пока никуда не уходим. Допустим, мы поменяли какое-то там разложение влево, вспомнили, что знаем блюзовый лад, да, то есть... Возвращаемся к прежней теме. То есть куда бы мы ни пришли, как бы там это грязно не звучалось и как бы это скучно нам не воспринималось, мы все равно рано или поздно придем к тому, чтобы так же, как вот мы можем взять и не дублировать однотипные реплики на дни рождения, это точно так же свободно мы сможем взять и не краснее за то, что делаем одно и то же, как те ребята за уличным инструментом, взять и хоть что-то в это принести свое. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!